МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ковшом выгонял лужу в течение двух дней, но очевидцы благодарят хотя бы за это. В Кирове продолжают подтапливать остановки, дворы, тротуары и дороги. И на помощь там никто не приходит. В департаменте образования идут обыски. И АБЭП изъял документы, предположительно доказывающие, что миллионы рублей, направленные на питание детсадовцев, были потрачены на что-то другое. Школы перестраховываются. Рекомендую школьникам обзавестись собственными респираторными масками. Тем временем в торговых центрах города пожарные сигнализации звучат чуть не каждый день. МЧС и прокуратура продолжают проверки. Найдена масса нарушений. Пьяный рецидивист. Один человек получил травмы в ДТП на улице Московской. В ее поклонниках Дима Билан, Дмитрий Дюжев и Антон Беляев. А видео со стихотворениями набирает миллионы просмотров. В Кирове с концертом выступила известная российская поэтесса Аха Стахова. О главных событиях четверга, 5 апреля, расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Панекаровских. Здравствуйте. В Кирове продолжают подтапливать остановки, дворы, тротуары и дороги. А создать нормальные условия для передвижения ни одно из ответственных ведомств не торопится. Об этом свидетельствуют многочисленные звонки с жалобами, в том числе и в нашу редакцию. И только в единичных сообщениях говорится о том, что помощь пришла и, по всей видимости, очень настойчивая помощь. О том, как трактор в течение двух дней пытался выгнать из двора на проспекте строителей Лужу, очевидцы рассказали еще накануне. Стало известно, что трактористы в четверг не оставлял попытки справиться с потопом, а вот потоп на улице Шинников остается без внимания. Там глубокую ложу облюбовали дети. На северо Садово еще более масштабная водная полоса препятствий, которой невозможно обойтись стороной, разве что по сугробам. На Пугачево из-за потопа тротуара пешеходы вынуждены двигаться по проезжей части. Накануне наша съемочная бригада была и на нескольких затопленных дорогах и остановках общественного транспорта. Впрочем, в дирекции дорожного хозяйства еще вчера дали понять, что за жалобы примутся, как только выполнят какие-то личные планы. В первую очередь, еще раз повторяю, подрядная организация идет по графику. Сначала выполняют работу по графику, а потом уже реагируют на все жалобы со стороны заказчика. Из-за оттепеля опасными становится и крыша, причем и для людей, и для машин. В полиции зафиксировано 10 случаев схода снега на машины всего за один день. А в Министерстве здравоохранения, в свою очередь, рапортует о том, что с начала сезона опасных крыш зафиксировано 5 пострадавших. Большинство делались легким испугом и синяками, и один был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В департаменте образования идут обыски. ОБП изъял документы, предположительно доказывающие, что миллионы рублей, направленные на питание детсадовцев, были потрачены не по назначению. Расследование скандального дела инициировали городские власти. Питание дошкольников было признано недостаточно калорийным и витаминизированным. Поставкой еды в детсады и школы занимается комбинат продовольствия и социального питания. Там тоже изъята документация. Следователи побывали сегодня также в Центре ресурсного обеспечения и в централизованной бухгалтерии. Все это муниципальное предприятие, которое участвует в обеспечении детских садов и школ питанием, в частности. По сведениям контрольно-счетной палаты на детские обеды не дошли 27 миллионов родительских рублей. Правда, в уголовном деле пока речь идет о 9 миллионах рублей. Куда делись деньги, сейчас выясняют следователи и специалисты отдела экономических преступлений. Сегодня в рамках расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств следователям Следственного комитета проведены обыски в Департаменте образования, город Киров, а также в Центре ресурсного обеспечения. Следственные действия проводились с целью обнаружения документов, содержащих признаки совершенного преступления. По результатам проведения обысков изъята необходимая документация. Следователям Следственного комитета назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По результатам проведения данной экспертизы будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цель несоответствующих условиям их получения, а также непосредственно должностные лица Департамента образования и подведомственных ему учреждений, допустивших нецелевое расходование. За расследованием лично следит глава администрации. Он отметил, что сотрудники ведомства сегодня добровольно передали документы экспертам ОБЭП. Кабинет руководителя ведомства никто не обыскивал. Стоит добавить, что Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере». Виновным должностным лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет. Пожарная сигнализация каждый день звучит в торговых центрах города МЧС. Прокуратура продолжает проверки за спиной уже половины запланированных объектов. Нарушение масса от системы оповещения, которой нет, до запасного выхода, к которому из-за товара просто не добраться, накануне проверка пожарной безопасности прошла в крупном торговом центре Юго-Западного района. На улице рабочие посетители торгового центра провели около 15 минут. Специалисты МЧС в кадр не попали. Очевидцы смогли заснять лишь прибытие в неведомственные охраны. Известно, что пожарную безопасность в эти дни проверяют не только в торговых центрах, но и в учебных заведениях. Возмущенный родитель ученика одной из школ города сообщил нам, что на пожарную тревогу его сына заставили принести средства индивидуальной защиты. Требование купить или иметь с собой строительный респиратор, по словам школьника учитель, озвучил целому классу. Будет пожарная эвакуация, сказали, что надо привезти средства индивидуальной защиты. То есть респираторы. Строительные, да, строительные. То есть они от пожара вообще никак не спасут. Даже сами пожарники говорят, что это бесполезно. Это бесполезно. То есть даже если они должны быть, то у нас есть администрация, которая должна купить. То есть сегодня респираторы, завтра все они будут. Огнетушитель с собой носить, но это тоже ненормально. О том, что пожарная безопасность не должна ложиться на плечи школьников или посетителей торгового центра, сообщили в прокуратуре. Сегодня там озвучили промежуточные итоги проверки мест массового отдыха. Из 76 объектов на данный момент проверена половина. Специалисты выявили массу нарушений неисправной огнетушителя. Отсутствие системы оповещения о пожаре. В некоторых центрах нет и системы водного пожаротушения. Подробные результаты ревизии прокуратура озвучит не раньше, чем через неделю. Учебные пожарные тревоги и проверка специалистов продлится до 16 апреля. В Северной больнице Кирова начал работать сосудистый центр для экстренных пациентов. Больше 45 миллионов рублей потратят на разметку дорог и генеральную уборку улиц начнут со следующей недели. Подробнее об этом и многом другом в рубрике «Короткой строкой». Со следующей недели в Кирове стартует генеральная уборка улиц от мусора. Первый субботник власти назначили на 14 апреля. Всего их запланировано 6. Специально сформированные бригады проведут уборку на всех улицах, мостах и путепроводах города. В Кировской области потратят 45,5 миллионов рублей на дорожную разметку. Нанести ее предстоит более чем на 30 участках дорог. Среди них подъезды к аэропорту Победилово, поселку Ленинское, дорога от Кирова до Иранской и так далее. Работы по нанесению разметки планируют провести с 1 мая по 25 июля этого года. В Северной больнице Кирова начал работать сосудистый центр для экстренных пациентов. 30 коек появились в кардиологическом и неврологическом отделениях. Экстренных пациентов принимают круглосуточно. Сосудистый центр открыли из-за роста числа сосудистых заболеваний в регионе. Со следующего года в России начнут продавать невозвратные билеты на поезда. При покупке билета у людей будет выбор, какой билет покупать – возвратный или невозвратный. За второй вид билета можно будет получить деньги в случае болезни пассажира, смерти кого-то из родственников или несчастного случая. Также деньги вернут, если поезд задерживается или отменяется. Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Пьяный рецидивист. Один человек получил травмы в ДТП на улице Московской. Спиленные в порожь на деревья уйдут на продажу. На тропе здоровья продолжают устранять последствия урагана. Еще прошлого года пришлось вырубить и здоровые деревья. Собеседник мой прав, нам слова ни к чему. Жизнь все время была в ожидании конца. В ее поклонниках Дима Билан, Дмитрий Дюжев и Антон Беляев. А видео со стихотворениями набирают миллионы просмотров. В Кирове с концертом выступила известная российская поэтесса Аха Стахова. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Один человек получил травмы в ДТП на улице Московской. Там пьяный водитель ВАЗа 14 модели протаранил газель. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла в среду утром у дома 205 по улице Московской. Водитель отечественного авто наехал настоящую газель. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ 14 модели не справился с управлением и совершил наезд настоящий у правой обочины грузовой автомобиль «Газель». В результате происшествия сам водитель автомобиля ВАЗ получил травмы. Однако госпитализация ему не потребовалась. По приезду на место происшествия сотрудники госавтоинспекции выявили признаки опьянения у водителя автомобиля ВАЗ. По результатам экспертизы у него установлено состояние опьянения. Также выяснилось, что водители 14-й неоднократно лишали прав. Это значит, ему грозит уголовная ответственность. Весело провели время, скорее всего, после алкогольных посиделок трое товарищей. Их подозревают в краже флагов в Кировской области и Сбербанка. Мило было в ноябре прошлого года. Компания сняла флаги со стены здания на Карла Маркса. Сейчас полицейские устанавливают их личности. На вид всем 25-30 лет. Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните по телефону 8-953-687-7080-6743-18 или 102. На улице Крупской сотрудники ППС задержали пьяного водителя. Лихач врезался в приору, затем скрылся с места происшествия. А потом мастерский, как заправский чиновник, уклончиво отвечал на вопросы журналистов. Теперь за пьяное вождение и за скрытие с места ДТП Ивану грозит лишение прав, штраф и административный арест. Спиленные в порошенные деревья уйдут на продажу. На тропе здоровья продолжают устранять последствия урагана еще прошлого года, тогда в июле 2017-го. Сильный ветер серьезно повредил большой участок леса. Администрации пришлось даже вводить режим ЧС. Сегодня работы по вырубке еще продолжаются. Специалисты говорят, что приходится вырубать в том числе и здоровые деревья. Работы по вырубке лесного массива были начаты в начале декабря. Это спустя 5 месяцев после крупного обвала деревьев. Все это время лесоохрана получала разрешение и выбирала, какие конкретно деревья будут убирать. Пилить было решено не только сломанные, но и больные сосны. Также под вырубку попали здоровые деревья, которые могут сломаться при следующем урагане. Была назначена именно спустя санитарная рубка. На других участках была назначена выборочная санитарная рубка, а также уборка единичных аварийных деревьев. Это которые раскиданы после. Объем работ был, конечно, колоссальный, потому что они поштучно выбирали. Это парковая зона плюс еще. Если бы это где-то было в других лесах, мы могли назначить одно мероприятие и в рамках этого мероприятия вычислить. Здесь просто, учитывая высокую ценность этого массива, практически штучно клеймили каждое дерево. Основную часть упавших и зараженных деревьев убрали. На этом месте к 12 мая посадят молодые сосны, а старые спиленные и повальные деревья уйдут под реализацию. Ее строки озвучивает Дима Билан, Дмитрий Дюжев, Антон Беляев. В Кирове сегодня вновь побывала российская поэтесса Аха Стахова. Видео с ее стихотворениями набирают миллионы просмотров в интернете, а в городах на концертах Аха Стахова собирает полные залы. В Кирове концерт состоялся в Театре Наспасской. Как и в прошлый раз поэтессе понадобилась помощь кирвских музыкантов. Ее концерты обычно проходят под живое музыкальное сопровождение. Ирина Стахова – это настоящее имя поэтессы, привезла свои новые всем знакомые стихи. С ними она уже объездила весь мир. Ах, Астахова успешно гастролирует не только по городам России, но и Европе. Я вот недавно была в Вене, в Таллине. Вот, впереди у меня тур тоже будет Париж. Вот, мне нравится очень этот город. Интересно, как это будет там. Недавно Астахова приняла участие в необычном проекте. На 8 марта Дима Билан и Дмитрий Дюжев записали поздравления для женщин в стихах поэтессы. Видео было выложено в интернете и собрало сотни тысяч просмотров. Это был ее первый опыт публичной работы с российскими звездами. Так как я сама девушка, да, я понимаю, что бы хотела услышать женщина на 8 марта. И для меня было нетрудно. И более того, приятно было стать частью и сделать приятное, прекрасной половине человечества. Вот, и когда я узнала, что читают такие тоже интересные актеры, вот, я, безусловно, согласилась. И, по-моему, получилось хорошо. Поэтесса Ах Астахова стала собирать целые залы поклонников несколько лет назад. Ее стихи начали читать и смотреть в интернете. И сейчас набирает миллионы просмотров. Астахова, она считается одной из самых популярных поэтесс в России. Собеседник мой прав, нам слова ни к чему. Жизнь все время была в ожидании конца. Но сегодня начало открылось умом. Опыт прошлых ошибок скатился на нет. Оправдание себе я искать перестала. И тем самым нашел миллионы планет в глубине своих глаз, в отражении зеркал. Таким был этот четверг, 5 апреля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по нашему новому телефону 470706. Также, если вы стали очевидцем каких-либо событий, рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». Новости там появляются гораздо раньше телевизионного выпуска. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи.